Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает утверждение на федеральном уровне предела роста цен на коммунальные услуги для всех регионов России, начиная со следующего года. Законопроект предлагает закрепление в жилищном кодексе Российской Федерации пределы для максимальных индексов изменения уровня оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает информационное агентство. Данные максимума будут установлены федеральным правительством для всех субъектов России на срок не менее пяти лет. Данное предложение было сделано с учетом роста цен на энергетические ресурсы в последнее время, а также в связи с изменением параметров прогноза социально-экономического развития страны. В тексте документа сказано, что пределы максимальных индексов роста цен на коммунальные услуги будут устанавливаться в соответствии с территориальными особенностями, а также с календарной разбивкой. Кроме того, данные показатели будут дифференцироваться по типу отопления жилых домов. Учитывая данные поправки, если существующий индекс будет превышать допустимую норму, то он автоматически будет уменьшаться. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. Но сам парадокс всей этой ситуации заключается в том, на мой взгляд, как попытки регулировать тарифы согласуются с рыночной экономикой, где именно рынок должен регулировать, повышать или снижать тарифы. У нас в студии сегодня депутат Государственной Думы Андрей Крутов. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Добрый день. Ну и вы, уважаемые слушатели, у вас есть такая возможность устроить мини-пыточную нашему сегодняшнему гостю по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Мы ждем ваших звонков и ваши вопросы на сайт. Итак, зачем все-таки загонять рынок ЖКХ в нерыночные условия, Андрей Дмитриевич? Ну, вы знаете, очевидно, что эти вопросы рынком не могут быть урегулированы, и более того, регуляция их рынком невозможна во многом в наших российских условиях. Один простой пример. У нас за последние 20 лет цены выросли в тысячу раз, без учета динаминации, а тарифы, в том числе на услуги ЖКХ, тарифы для населения, выросли в 24 тысячи раз. То есть вот темп просто тарифов на услуги ЖКХ, он превышает среднерыночный в 24 раза. Ну, то есть очевидно любому профессионалу, что вот именно в этой отрасли что-то не то. То есть вот если молоко, условно говоря, в магазине растет одними темпами его цена, а в то же время электроэнергия, тепло, газ растет темпами, превышающими в 24 раза. Не кажется ли вам, что у нас просто нет рынка? Ведь во всем мире регулируется этот рынок сам по себе, по большому счету. Есть правила игры, а у нас и правил игры нет, и рынка нет, и компании нет. Да? Вы знаете, как раз правила игры-то есть. У нас существует огромное количество законов и соответствующих подзаконных нормативных актов к ним, которые определяют эти правила. Это закон и об естественных монополиях, закон об электроэнергетике, закон о теплоснабжении, жилищный кодекс, в конце концов. Но при этом... Тогда почему он не работает? Ну, для нас, вот лично для нас, я все-таки представляю оппозиционную партию в Государственной Думе, партию «Справедливая Россия», для нашей команды ответ очевиден, что базовые принципы тех реформ, которые у нас начинались 10-20 лет назад, реформы энергетики, реформы коммунального хозяйства, они оказались в основе своей неверными. И именно это и приводит к тем печальным последствиям, которые мы имеем на сегодня. И вы являетесь разработчиком этого законопроекта, о котором я говорил в начале? Нет. Значит, вчера рассматривалось два законопроекта. Один законопроект, о котором вы подробно рассказали, был представлен депутатами из фракции «Единая Россия». И вчера же рассматривался наш законопроект об ограничении роста тарифов на услуги естественных на поле уровнем региональной инфляции. Более того, вот если «Единая Россия» впервые вдруг как-то, начиная с этого лета, заговорила и внесла подобного рода законопроект, то мы работаем с этой проблемой уже несколько лет. Вот, по крайней мере, законопроекты, как минимум два, с автором которого я являюсь, были в Государственную Думу внесены, причем первый из них был внесен еще весной 2011 года. Мы тогда предлагали ограничить уровень роста тарифов на услуги естественных монополий, речь идет об электроэнергии, о тепле, о газе, о железнодорожных перевозках, уровнем инфляции, уровнем страновой инфляции. Ну, теперь «Единая Россия» как бы подхватила, да? Ну, я сейчас чуть дальше коротко как бы прокомментирую их законопроект, просто хотел бы вот суть наших предложений вначале рассказать. То есть вначале наше предложение было вот регулировать тарифы уровнем инфляции страновой в целом. То есть если вот говорит нам правительство 5-6% инфляции, и именно настолько мы индексируем зарплаты бюджетникам, пособия, инвалидам, пенсии, пенсионерам, а то и на меньшую сумму, то с нашей точки зрения именно настолько же надо индексировать и рост той же квартирной платы. Ну, мне кажется, вполне очевидное и справедливое решение. Значит, но этот законопроект был внесен в Государственную Думу и до сих пор не рассмотрен. Значит, второй законопроект, который мы внесли тоже с коллегами, он уже как бы детализировал наши предложения и предлагал увеличивать эти тарифы или там уменьшать их в пределах индекса региональной инфляции. Ну, то есть действительно приблизить эти проблемы максимально к местному региональному уровню. И вот именно вчера он был рассмотрен параллельно вот с тем проектом, который внесла Единная Россия. И был отклонен. Был отклонен Государственной Думой. А что было принято? Вот те предложения, о которых вы говорили вначале. Значит, на самом деле был принят закон, который, по сути, ничего не решает. По сути, он просто констатирует необходимость того, что тарифы надо ограничивать. И не дает ответа на самый основной вопрос, а каким уровнем их надо ограничивать. По законопроекту, который предложила Единая Россия, этот уровень предельный роста тарифов в регионах должен быть ограничен какой-то величиной. Эта величина определяется решением правительства Российской Федерации. А рост тарифов на коммуналку в муниципалитетах ограничивается решением региональных властей. Вот такая констатирующая история. То есть, ничто не говорит о том, каким уровнем он должен быть ограничен. А каким уровнем, на ваш взгляд, должен быть ограничен? На наш взгляд, и как раз, собственно, на это отвечают те совершенно конкретные законопроекты, которые мы уже вносили в Государственную Думу. Это должно быть как максимум уровень инфляции. Как максимум уровень инфляции. Либо региональный. А как минимум это что может быть? Ну, минимум, я думаю, что это могло быть и снижение этих тарифов по отдельным категориям. Дальше наша логика какая? Что совершенно очевидно, что такой вот как бы кавалерийский наскок в решении этих проблем. Особенно с учетом того, что под эту реформу, под реформу энергетики, под реформу жилищно-коммунального хозяйства подведена огромная законодательная база. С нашей точки зрения, например, неверная. Но для того, что мы не сможем поменять за один день. О какой законодательной базе вы говорите? Ну, вот я уже упоминал законопроекты, законы, точнее, об электроэнергетике, законы о теплоснабжении, жилищный кодекс, законы о естественных монополиях. Именно они определяют то, как работает рынок. Как работает в том числе рынок, например, поставки энергоресурсов. Каким образом они определяют то, что изначально система была в части электроэнергетики раздроблена на генерацию, на сетевое хозяйство и на энергосбыты и так далее, и так далее. Все это за, ну, наверное, там, неделю не изменить. Конечно, это требует профессионального подхода, профессионального изменения. Поэтому мы предлагаем, давайте мы зафиксируем сейчас, что при любом раскладе эти тарифы не будут расти выше инфляции. И будем спокойно вот в этот период, там, сколько нам потребуется, там, полгода, год, да, приведем законодательную базу в соответствие. Мы продолжим говорить через несколько минут. 65 10 99 6, код города 40 95, звоните нам. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает утверждение на федеральном уровне предела роста цен на коммунальные услуги для всех регионов России. Об этом мы сегодня говорим в нашей программе. В гостях у нас депутат Государственной Думы Андрей Крутов и телефон 65 10 99 6, код города 495. Андрей, ну, у нас есть первый телефонный звонок. Давайте выслушаем нашего слушателя. Максим. Здравствуйте, Максим. Максим, здравствуйте. Слышите ли у нас Максим? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. У меня вопрос к вам и к вашему гостю по поводу все-таки цифр реальной инфляции сейчас и прогнозируемой инфляции на, скажем так, начало и середину 2014 года. Вот по вашему мнению и по мнению вашего гостя, каковы реальные цифры будут инфляции потребительской России? Спасибо. Спасибо за вопрос. Как вы ответите на этот вопрос? Ну, официальные данные нам говорят о 5-6% годовых. Если мы говорим о это в среднем показателе, если мы говорим о потребительской инфляции, в которую входит тот набор услуг и товаров, которые используют люди в своей повседневной жизни, ну, я думаю, что она как минимум в 3-4 раза больше, все зависит от региона. И, ну, вот я не знаю, могу просто пример привести такой простой. Я представляю Государственную Думу и Иркутскую область. Вот нам, опять же, возвращаясь к теме тарифов, да, говорят, мы, кстати, у нас энерготарифы и так предельный рост их устанавливается ежегодно. То есть 10, например, в этом году процентов по электричеству, 15% по, скажем, газу. Поэтому, еще раз повторюсь, вот в том законопроекте, который был вчера принят, инициирован в Единой России, ничего нового нет. Мы и так устанавливаем эти предельные темпы. А вот, например, ситуация в Братске, город, где расположена из крупнейших России, например, Братская ГЭС. Да, ну, там небольшой тариф, но темпы роста одни из самых больших в России. За последние полтора года, например, электроэнергия там подорожала почти на 75%, а, например, тепло на 25%. Вот, исходя из этого, мы можем делать выводы о реальной потребительской инфляции в регионах и на уровне муниципалитета. Ну, хорошо, понятно, что вы ориентируетесь или хотите ориентироваться на какие-то показатели, в частности, на инфляцию для того, чтобы устанавливать тарифы. Но я все-таки хочу вернуться к самому первому вопросу моему. Зачем загонять отрасль в нерыночные условия? По большому счету, все эти законопроекты, о которых вы говорили, да, они существуют. Да, они вроде как должны были работать, но не работают. Мы видим это по сектору электроэнергетики. И реформе, которая была, да, в России, ну, не работают. Мы не можем контролировать эти тарифы. Мы возмущаемся их ростом. Почему так? Почему нельзя создать просто условия для того, чтобы были нормальные компании, без посредников, конкурентные условия? Ведь это достаточно просто. Почему этого нет? Я не скажу, что это просто. Более того, я скажу, что во многом для России это невозможно. У нас мы не можем вновь, например, да, там построить там братскую, там, или усть-илимскую ГЭС, или там вторую рядом с ними, чтобы они конкурировали между собой. Или там в Москве, да, вот когда мы получаем какие-нибудь платежки за то же электричество, ну, пойдите, попробуйте сменить энергосбытовую компанию. Да это нереально. Создать конкуренцию мы не смогли. Единственный вариант, который мы можем просто остановить, чтобы эта система не сорвалась в штопор, как раз благодаря тому множеству посредников, которые там функционируют по сути. То есть там нет конкуренции рыночной, там есть просто посредники. Это взять эту систему или вернуть эту систему более-менее плавными темпами по государственный или региональный контроль. Вот именно это мы и предлагаем. Ни о какой конкуренции на этом рынке, ну, вот 20 лет реформ, мы подставили эксперимент над страной. Ну, совершенно очевидно, попытались создать конкуренцию. Ничего, кроме торжества посредников мы не получили. Эта конкуренция не привела к снижению тарифов, она привела к их галопирующему росту. Этот эксперимент должен быть завершен. Ну, все замечательно, но теперь те же компании, энергогенерирующие, поставщики, говорят о том, что да, вы можете замораживать тарифы, сколько угодно. Мало того, что вы идете нерыночными методами, но все это приведет еще и к тому, что мы не сможем поддерживать эти сети, у нас не будет ресурсов. Ну, это еще один очередной миф, который вот эти коллеги, да, пытаются запустить, что называется, в народ. У нас основные деньги, которые идут в энергетику, например, или, а уж тем более в энергосетевое хозяйство, это государственные деньги. Ну, вот давайте просто пару примеров, да, вот, например, есть Сайна Шушинская ГЭС, да, которая принадлежит компании Росгидро, где есть там сочетание государственного и частного капитала, когда происходит авария, кто вкладывает 1 миллиард долларов в восстановление этой ГЭС? Государство. Увеличивает ли оно уровень своего влияния на принятие решений, увеличивает ли свою долю в компании Росгидро? Ответ нет. Почему так происходит? Это совершенно очевидно, что государство является основным инвестором этого рынка, а электросетевое хозяйство, ну, я не знаю, ну, здесь, может, какие-то редчайшие исключения, где есть там инвестиции какие-нибудь иные, кроме государственных. Но, тем не менее, ни контроля государственного, ни увеличения уровня государственного участия, ни влияния государства на этот рынок мы не видим. Это несправедливо, это непрофессионально. Более того, это не соответствует как раз рынку. Вот мы не призываем, например, национализировать, там, как кто-то, да, призывает, там, эти энергетические компании. Мы просто говорим о том, что государство, вкладывая деньги в эту отрасль, должно получить эквивалентный уровень участия в акционерном капитале компании. И вы знаете, если бы мы в ответ на каждые вот эти инвестиции государственные в эти компании получали бы пакет акций, мы бы давным-давно просто восстановили государственный контроль в этой отрасли. Потому что желающих вложить деньги, кроме государственного, нет. А происходит, а с точки зрения частных инвесторов, ну, при всем моем уважении к ним, происходит приватизация прибыли и национализация убытков. Слушайте, ну вот во время реформы РАО ЕС России, которая фактически провалилась, мы увидели отток, отток инвестиций. То есть, на самом деле, капитализация всех компаний сильно упала. Инвесторы, ну, сказать, что они убежали, это мягко, очень мягко. То есть, чего мы добиваемся? На самом деле, ведь деньги, которые могли бы прийти в отрасль, они довольно-таки большие. И были очень большие надежды в начале реформы на то, что мы сможем саккумулировать и деньги, и интерес инвесторов. Но этого не случилось. Потому что именно государство не создало эти условия, наоборот. По моему твердому убеждению, это были не надежды, а мифы. Почему? То есть, вот сейчас нам нужно совершенно четко признать, что никакой частный инвестор не готов вкладывать свои деньги, например, в ту же генерацию. Да, если, например, вложение 100 рублей в генерацию увеличивает капитализацию компании, которой эта генерация принадлежит на 10 рублей. То есть, вы вообще не верите в то, что именно частный капитал может каким-то образом помочь? Я думаю, что глобальной энергетики, ну, российской, не может. Конечно, есть определенные решения на уровне малой распределенной энергетики. Именно туда, наверное, и должны идти частные компании, идти частные инвестиции. Но в масштабах России решение вопроса по модернизации сетей, по модернизации инженерной инфраструктуры, по поддержанию на должном уровне объектов генерации невозможно без государственного участия. И государство, оно это по факту делает, ну, деваться некуда. Вы сейчас говорите о том, что нужно возвращаться к старой системе, которая существовала. И вы знаете, и вы знаете... И вы считаете, что это не самый худший вариант для нашей жизни? Ну, по нынешним временам лучше. Более того, вот теперь давайте перейдем... Ну, много рассказывал о наших идеях, а теперь посмотрим, как они воплощаются. Нам многие говорили, ограничение роста тарифов невозможно. Это... Я вот, вы знаете, даже ради интереса принес отзывы на наши законопроекты, вот, которые давали нам комитеты, которые контролируются Единой Россией. Я просто процитирую, как говорится, смеха ради. Вот пишет. Невозможно устанавливать ограничения на рост тарифов в пределах социальной нормы и сверх нее. Или, например, вот комитет по бюджету дает отзыв на наш законопроект. Устанавливать единый предельный уровень тарифов для населения на продукцию и услуг естественных монополий, не превышающие уровень инфляции, недопустимо. Ну, вот это то, с чем мы действительно сталкивались. Ну, так мы с вами сейчас свалимся в политический аспект. Да, последние 2-3 года... А я хочу все-таки больше говорить об экономике. Последние 2-3 года вот мы с этой борьбой сталкивались. И вот на днях, буквально, это новость сегодняшнего дня. Да. Это решение Владимира Путина, а волевое, политическое решение... А замораживание. А замораживание этих тарифов. Но это для монополий в большей степени касается. Ну, а именно монополий является поставщиками энергоресурсов, газа, ну, там, в том числе речь идет о БРЖД. Вот это решение волевое принято. Это о том, что мы не будем повышать эти тарифы в 2014 году, а в 2015 году повысим их на уровень инфляции 2014 года. Вот. И вот почему-то вдруг это возможно. То есть вы совершенно правильно отметили, что решение этих проблем лежит в политической плоскости. Потому что, ну, совершенно очевидно, что любая монополия энергетическая или иная, она обоснует любой уровень тарифов. Они на этом деньги зарабатывают. Но еще до объявления Владимира Путина о своем решении мы уже услышали ответ, например, о таком монополии, как РЖД. 60 тысяч человек окажутся на улице. Я думаю, что это лукавство. И если речь идет о сокращении рабочих мест, в том числе в РЖД, я бы им порекомендовал начать с 10 наиболее высокооплачиваемых топ-менеджеров. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните. Новости. 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». Мы сегодня говорим о принятом в первом чтении язык на проекте Госдумы. Этот документ предполагает утверждение на федеральном уровне предела роста цен на коммунальные услуги для всех регионов России. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Андрей Крутов. Андрей, ну вот мы как результат возможного замораживания, ну уже фактически принятого решения о замораживании тарифов естественных монополий. Мы видим результат. РЖД сказала 60 тысяч на улице. Вы говорите, что это лукавство. Почему? Ну вы знаете, инвест-программы наших гос-компаний, компаний с крупными пакетами государственного участия, это такая, знаете, во многом вещь в себе. Вот мы получаем предложение декапитализировать многие из них. Вот, например, такая известная ситуация той же компании Русгидро, когда в прошлом году на декапитализацию ее было потрачено 50 миллиардов рублей. И предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство объектов генерации на Дальнем Востоке. У нас были бурные обсуждения этого процесса. Вот фактически это дополнительные 50 миллиардов в инвест-программу компании, которая на 60% принадлежит государству. Ну, партия власти додавила эти деньги до Русгидро. Мы предлагали использовать их по-другому. Но даже в ходе этого обсуждения мы были против. Конечно, против. А давайте мы послушаем сейчас как раз Единую Россию. Представители от Единой России, депутат Государственной Думы. У нас сейчас на связи Павел Качкаев. Павел Ирюрикович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот Госдума в первом чтении все-таки приняла законопроект, который предполагает утверждение на федеральном уровне предела роста цен на коммунальные услуги. А почему это не было сделано раньше? И насколько это вообще соотносится с рыночной экономикой? Ну, вообще, вот, если вы обратили внимание, то этот вот законопроект, который был принят в первом чтении, несколько отличается от тех предложений, которые были внесены ранее. Чем? А чем отличается, да? Мы предлагаем во всех предыдущих законопроектах было записано регулирование тарифов. Тариф на сегодня не определяет рост коммунальных услуг. И вот почему. Тариф, он, возможно, регулировка тарифа, только если у нас есть приборы учета. На сегодня у нас больше половины квартир и домов, и вообще жилищного сектора не оборудованы приборами учета. И когда мы повышаем, допустим, тариф на 6% условно, а параллельно субъекты федерации или муниципалитета повышают еще и норму потребления, общий тариф растет, общий платеж растет несоизмеримо выше 6%. Вот известные там скандалы, которые были в прошлом, позапрошлом году, в этом году немножко поменьше было. Но, тем не менее, поэтому мы и говорим, что для нас важно, для тех домов, которые не оборудованы приборами учета, общий рост платежа населения. То есть в целом на жилищную... А на что вы будете ориентироваться? Да, на что будем ориентироваться? То есть вот предел роста цен на коммунальные услуги, исходя из чего? Ну, насколько вот я предполагаю, ориентироваться будет, конечно, на общий уровень, средний уровень инфляции. Но здесь... А почему этого нет в законопроекте? Этого же нет в законопроекте, не написано. В законопроекте этого нет, этого нет. Потому что в любом случае... Вот я слышал буквально последнюю предыдущую фразу. Речь шла там о развитии наших коммунальных предприятий. Ну, ни для кого не секрет, что коммуналка на сегодня, как сказать, если грубо сказать, на последнем вздыхании. То есть у нас и сети изношены, и котельные у нас плохие, и водоснабжение у нас организовано, и водозаборы, и станции биологической очистки тоже имеют износ там от 60 до 80%. Какая-то часть может быть запланирована и вот на эти инвестиционные проекты. Может быть. Но это все будет регулироваться на уровне правительства. Но самое интересное, что... Третье, рост. Да, но тарифы-то все равно... Протежа будет устанавливать правительство. Но тарифы все равно повышаются, деньги куда-то утекают. Может быть, нужно не предел роста цен на коммунальные услуги устанавливать, а заниматься именно самим хозяйством, самим сектором. То есть его нужно привести в порядок, создать условия для того, чтобы там была конкурентная среда, которой нет. Ну вот тот маховик, который очень большой, и называется он жилищно-коммунальный хозяйство, потихоньку ведь начинаем раскручивать. В том числе и вот закон о государственной информационной системе. Эта же отрасль абсолютно сегодня прозрачна. И она, как сказать, непонятна для граждан, непонятна даже для тех многих специалистов, которые сегодня занимаются жилищно-коммунальным хозяйством. Надо сначала понять, что мы имеем вот в сухом остатке. А в сухом остатке мы имеем износ почти стопроцентный, потери, которые непомерно высоки, и которые тоже оплачиваются населением в том числе. Павел Юрьевич, у нас тут в студии вот ваш коллега из «Справедливороссов» Андрей Крутов. Вот я так понимаю, что он не совсем согласен. Да, Андрей? Ну, действительно, мы хотим все-таки перейти от констатации фактов о том, что инженерные сети изношены, что необходим их ремонт, необходима модернизация конкретным решением этой проблемы. Вот мы, например, оцениваем сумму, в которой обойдется ремонт инженерии, там, в России, в 9 триллионов рублей. Значит, эту сумму никогда, никогда... Ну, это не только «Справедливороссов». Никогда, это, да. Это именно экономика эту цифру называет. Да, но это вопрос в другом, что мы категорически... Да, мы категорически не согласны с предложениями наших оппонентов о том, что за все отвечает собственник, а население все это должно оплатить. Вот наше принципиальное несогласие. И когда мы, по сути, перекладываем все расходы на население, когда мы обосновываем именно этим рост тарифов для населения, необходимостью вот этой модернизации, ну, очевидно, что эта задача нерешаемая. А если мы прибавим к этому капитальный ремонт домов, то мы получим сумму в 30 триллионов рублей. Но не выдержит это население. Не выдержит. Павел Юрьевич, вы хотели добавить, да. Мы вас слушаем. Вот, а, кстати, те почему-то сотни миллиардов рублей, которые уже сегодня потрачены на капитальные ремонты, в том числе на инвестпроекты, которые идут в стране, почему-то все об этом забывают. И по тому же капитальному ремонту мы же все с вами забыли, что мы многие из нас приватизировали бесплатно квартиры в хорошем состоянии 20 лет назад, которые были в новостройках. И до сих пор ни рубля не вложили в капитальный ремонт, хотя 20 лет назад стали собственниками этого жилья. Об этом мы почему-то все забываем. Павел Юрьевич, а как вы прокомментируете решение президента, все-таки заморозили в этом году, рост тарифов для естественных монополий? Как это скажется вообще на инвестпрограммах этих монополий? Ну, ведь когда вот мы обсуждали этот законопроект в первом чтении, мы говорили о том, что у нас есть ряд монополий, которые на сегодня уже достаточно далеко шагнули вперед по отношению к коммунальному хозяйству. То есть тут надо делить. Если речь идет о наших котельных, которые находятся в подчинении жилищников, коммунальников, не Газпром, естественно, не РАОС России, а вот более мелких там, да, там без инвестиций не проживешь. Что касается крупных игроков на рынке, я думаю, что у них достаточно накоплена подушка безопасности. И вот это решение, мне кажется, таким вот обаваримым. Ну да, РЖД, например, уже сказали, что 60 тысяч человек будут уволены. Ну, понимаете, сложно сейчас говорить за РЖД. Я говорю свое собственное мнение. Ну, понятно. То есть я полагаю, что ничего хорошего нам ждать не приходится, потому что как бы точных решений, выверенных нет. Правильно, Павел Рюридович? Ну, почему ничего хорошего? Если будут заморожены тарифы на энергоносители, на год там или на два. За эти год-два, я думаю, что мы сможем подтянуть в том числе и те предприятия коммунального комплекса, которые как бы управляются и находятся под юрисдикцией Министерства регионального развития. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей программе. Я напомню, что мы беседовали в прямом эфире с Павлом Качкаевым, депутатом Государственной Думы от «Единой России». Услышали, по крайней мере, мнение партии власти на принятый Госдумой в первом чтении законопроект, которому фактически на федеральном уровне утверждается предел роста цен на коммунальные услуги. Пока это первое чтение. Да, еще могут быть изменения. Правильно, Андрей? Да, более того, я все-таки еще раз подчеркну, что предел фактически декларируется необходимость их регулирования, но предел не установлен. Более того, на уровне муниципалитета... Нет, ну почему? Нам только что «Единая Россия» сказала, что все-таки он будет ориентироваться на уровне инфляции. Ну, я не знаю, вот передо мной лежит текст законопроекта... Хотя слова «инфляция» там нет, да, согласен, мы это поняли. Черным по белому написано, что этот предел в абсолютном или относительном выражении не установлен. Более того, на уровне регионов, на уровне муниципалитетов имеется возможность увеличивать этот предельный размер региональный до полутора раз. До полутора раз. То есть, ну вот, например, вот мы сейчас установили, да, вот, ну это факт вот нынешний, да, 10%, не более 10% на электроэнергию. По этому закону на уровне муниципалитета мы уже сейчас можем увеличить тариф до 15%. Что тоже самое касается, если регион вообще не установит предельный уровень тарифа для муниципалитета, то он автоматически становится, как полтора процента от установленного правительством для региона. Более того, опять же, там черным по белому в законопроекте «Единой России» прописано, что в случае неких форс-мажорных обстоятельств, под которыми они понимают резкий рост цен на электроэнергию, эти тарифы могут быть пересмотрены во внеплановом порядке. Еще раз, этот законопроект не решает ни одну проблему, о которой мы говорим. Мне кажется, что все будет усугубляться, и через два года, если мы и будем замораживать тарифы, регулировать их, это аукнется очень сильно именно по кошелькам простых граждан. Ну, именно за кошельки простых граждан мы и боремся, когда предлагаем рост тарифов заморозить. Мы говорили с вами также о том, что эта система непрозрачна. И хотелось бы понять, как может простой обычный гражданин понять, обманывают его или нет, когда он получает эти платежки. Есть несколько вариантов. Я бы хотел, чтобы и вы тоже пояснили, каким образом может гражданин, используя современные технологии, тот же интернет, например, каким-то образом проконтролировать платежки. Это возможно вообще? Ну, вы знаете, я думаю, что в каждом локальном случае, да, если это возможно. Но, конечно, это не носит системного характера. Возвращаясь к тем же инвестпрограммам, которые во многом формируют издержки наших естественных монополий, мы давно уже об этом говорим. Давайте мы будем утверждать их публично, давайте мы будем рассматривать их на Государственной Думе. Вы даже законопроект, по-моему, хотите принять потом. Совершенно верно. Там огромные объемы финансов, там сотни миллиардов и триллионы рублей. Вещи, сопоставимые с бюджетом. Давайте принимать это публично. О прозрачности ЖКХ мы поговорим через несколько. Тарифы ЖКХ, как их надо регулировать, нужно ли это вообще делать? Мы обсуждаем это сегодня с депутатом Государственной Думы Андреем Крутовым. Ну, а информационным поводом для нас послужило решение Государственной Думы. В первом чтении наша Нижняя Палата приняла законопроект, который предполагает утверждение на федеральном уровне предела роста цен на коммунальные услуги для всех регионов страны. 65 10 99 6, код города 495, звоните, задавайте свои вопросы или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Мы закончили вот третью часть нашей программы, ну, скажем так, самого тяжелого вопроса, на мой взгляд. Это прозрачность тарифов на ЖКХ. И вот хотелось бы понять, каким образом обычный простой гражданин мог бы проверить, правильно ли ему пришла платежка с теми ли цифрами. Не обманывают ли его? Насколько мне известно, то есть сайт, федеральный сайт службы по тарифам. И там есть даже раздел «Калькулятор коммунальных платежей для граждан России». А самая полная информация там существует только для Москвы. Ну, это совершенно очевидно, что недобросовестность управляющей компанией – это одна из таких основных проблем, которыми сталкиваются наши граждане. И там спектр разный, начиная от банального воровства, да, заканчивая преднамеренным банкротством. У нас уже это бизнес такой в некоторых регионах, в некоторых муниципалитетах. Создается управляющая компания, она собирает платежи с граждан, при этом копит долги, например, перед энергетиками, через год банкротится, и заново эта лавочка открывается. То есть это просто мошеннические схемы. Или там, скажем, нецелевое использование денег. Там были примеры, когда там управляющие компании кредиты начинали выдавать потребительские гражданам, используя эти деньги, которые они собрали с других граждан за коммунальные платежи. Или когда компании эти, по большому счету, выступают просто финансовой прослойкой, финансовым посредником. Но мы можем использовать эту информацию. Она правдива, да, та, которая существует на сайте. Я, мне сложно сказать, я вот лично, поскольку сам не использовал эту информацию, конечно, контроль этот необходим. Но я думаю, что, кстати говоря, проблема с незабосновестными управляющими компаниями, это не, это, это и рост тарифов, это еще не все, с чем сталкивается наше население. Вот я просто буквально несколько примеров приведу. Значит, во-первых, это оплата общедомовых расходов, да, вот это тоже нашумевшая история, когда у нас, по сути, нас заставляют оплачивать общедомовые расходы, да. Ну, как это стимулирует те же управляющие компании сделать ремонт в подъезде? Если через выбитое окно выходит тепло, ну, все равно граждане, которые проживают в квартирах в этом подъезде, это оплатят за счет включения в платежку общедомовых расходов. Или, например, обязательно установка счетчика, вот счетчиков, вот же упоминавшаяся нами тема. Ну, как счетчик на конце цепочки может сэкономить энергоресурсы, если у нас по пути... С точки зрения одного домохозяйства может? От производителей, я вам сейчас объясню и по поводу домохозяйства, с точки зрения, по пути, если от пути от генерации до потребителя, у нас там 30-40-50% этих ресурсов теряется. А что касается счетчиков, вот на воду, в частности, да, ну, это к нам уже вот люди приходят и говорят, да, их нужно поверять раз в 3-5 лет по холодной горячей воде. И, по сути, эта поверка сводится к их банальной замене, которая и съедает всю эту экономию. Да, потому что стоит, стоит эта замена других денег уже, совершенно других. К нам сейчас присоединяется Андрей Вячеславович Широков, член правления ТПП. Здравствуйте, Андрей Вячеславович. Здравствуйте. Ну, вот пришла буквально накануне нашей программы информация, президент все-таки принял решение о том, что будет заморожено, будут заморожены тарифы естественных монополий на год, в следующем году. Вот тут самое интересное, как это все отразится на инвестпрограммах? Как вы могли бы прокомментировать ситуацию? Ну, приедет такое решение, скажем так, политическое, довольно несложно. Но мне кажется, что оно до конца не продумано, потому что, судя по бухгалтерской отчерности, износ коммунальной инфраструктуры сегодня более 80%. На текущие расходы, может быть, средств и хватит. А вот инвестпрограмму, кто будет закрывать для коммунальной инфраструктуры, мне непонятно совершенно. Я слышал ваш предыдущий разговор, и жалко, что я не нахожусь в студии, потому что я бы встал на защиту управляющих организаций. Вы можете это сделать прямо сейчас. Да, их нельзя обзывать жуликами, их нельзя обзывать какими-то другими словами. Ой, с вами очень многие потребители не согласятся. Вот, может быть, потребители не согласятся, но сначала надо сделать качественные нормы права, которые регулируют отношения потребителей с управлением инфраструктуры. Не являются видом экономической деятельности. Надо начинать с самых азов, понимаете. Мы занимаемся реформированием 20 лет, а до сих пор не имеем ни субъекта, ни объекта управления. У нас непонятный заказчик, у нас непонятное хождение денег, у нас публичная власть в то время этот бизнес хочет подмять под себя и не нести никакой ответственности. Надо всегда помнить, что государство только за капитальный ремонт жилого фонда задолжало 10 триллионов рублей, но при этом придумывало фонды сбора денег с собственников. Причем здесь управляющая организация? Вы сейчас все эти вопросы адресуете кому? У нас, например, сейчас в студии депутат Государственной Думы. Вот эти вопросы вы адресуете ему непосредственно? В том числе и депутатам Государственной Думы. Я бы предлагал бы уточнять все-таки фракционную принадлежность. У нас справедливая Россия сейчас представлена в студии. А справедливая Россия, значит, есть многие депутаты, в том числе и Грачев Иван, и Галина Петровна Хованская, которые понимают суть вопросов. Но Грачев, Иван, как председатель комитета по энергетике, выступает за замораживание тарифов. Но поэтому он не может сегодня объяснить, откуда взять инвестиционную составляющую для восстановления разрушенного, еще созданного в Советском Союзе коммунального хозяйства. Бесконечно повышающихся тарифов тоже. Совершенно очевидно, что с населением ее содрать невозможно. Невозможно, правильно, я согласен. Но при этом Сулуанов, при этом Улюкаев, при этом Набиулина говорит, что вкладывать в эту систему денег из бюджета страны, из субъектовых бюджетов и муниципальных, нельзя, не надо и так далее. Следовательно, пытаются собрать кого? Собственников жилья? Вспоминая 210-ю статью Гражданского кодуса Российской Федерации, что время ответственности за содержание имущества в многоквартирном доме лежит на собственнике. Мы виноваты во всем, это я уже понял, Андрей. В жилищном секторе, а в коммунальной системе это лежит на государстве ответственность. Ну, именно об этом мы в последний час разговариваем, о том, что мы вместе с коллегами бьемся за то, чтобы не только собственник отвечал за все, не только собственника драли три шкуры, но и государство вкладывало, и государство прямым своим бюджетным финансированием решало эти проблемы. Да, но государство из-за этого уходит. Поэтому я всегда говорю очень простую фразу. Заморозить можно. Регулятор государства замораживает, но при этом несите ответственность за те замороженные города, которые могут появиться в стране после принятия таких действий. Ну, наверняка, Андрей Вячеславович, вы не обойдете стороной эту тему и своей новой программе «Револьвер» на нашей радиостанции. Да, да. В понедельник, когда мы будем обсуждать социальные нормы на потребление коммунальных услуг, я думаю, эту тему мы тоже затронем. Да, я скажу нашим радиослушателям. В понедельник в 20.05 Андрей Вячеславович будет в эфире. Новая программа «Револьвер» на радиостанции «Финам.ФМ». Слушайте, не пропустите. Спасибо вам, Андрей Вячеславович, за то, что вы присоединились сейчас к нам. Я напомню, что мы беседовали с членом правления торгово-промышленной палаты Андреем Широковым. Вот у нас осталось буквально две с половиной минуты до конца. Я бы хотел понять, вот эта реформа ЖКХ когда-нибудь, кто-нибудь примет действенно правильные решения, чтобы это все заработало, чтобы не задавали глупые вопросы и банальные, когда у нас будет нормальная управляющая компания, нормальные тарифы, прозрачные. Что-то в этом направлении делается или вот постоянно вот мы скримем по сусекам. Мы на самом деле не решаем проблему вообще. По сути, я отвечу так на этот вопрос. Решение этой проблемы лежит первое в политической плоскости. Должно быть принято ответственное политическое решение о том, что эта система должна возвращаться под государственный и региональный контроль. Что государства и регионы должны вкладывать непосредственно бюджетные деньги. Что частные инвестиции и частные инвесторы и население эти десятки триллионов рублей необходимые для поддержания этой системы не потянут. Именно вот осознав это и нужно начинать следующий этап реформы или каких-то иных преобразований. И, конечно, не могу не упомянуть действительно о тех вещах, о которых мы уже говорили. Это варварские предложения о введении так называемых энергопайков. Ну, по сути, для мощной энергосистемы России, которой она была и остается, я надеюсь, это просто позор. Это и проблемы перекрестного субсидирования. И, наконец, домоклов меч, который нависает над всеми собственниками. Это проблема выселения, если мы не потянем эту коммунальную реформу по Чубайсу или по Единой России. Я думаю, что это в корне неверная постановка вопроса. Население должно быть защищено от таких безграмотных и зачастую непрофессиональных реформ. И заморозка тарифов в любом виде это первый шаг на пути к исправлению этой ситуации. Ну, тем не менее, мы в течение программы поняли, что это тоже спорное утверждение, которое вы сейчас сказали. По крайней мере... Для меня отнюдь. Для меня спорное. У нас в студии был депутат Государственной Думы Андрей Крутов. Говорили мы о реформе ЖКХ, в частности, о тарифах на жилищно-коммунальные хозяйства. Спасибо. Увидимся с вами завтра в программе «Парадокс». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова